МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Неубранный мусор и нечищенные дороги. Депутаты обсудили проблемы городского хозяйства. Крещение Господне, как Саров купался в Ордане. Своя территория, Саровский драматический театр, присоединился к межрегиональному проекту. Далее расскажем во всем подробно. Рекламные конструкции в Сарове должны были демонтировать еще в начале лета. В марте 2022-го истек срок договоров на право их размещения и эксплуатации. Напомним, право это выиграли две компании – ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» в 2017 году. Одним из главных их аргументов в конкурсе была готовность размещать на своих конструкциях 100% социальные рекламы. Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объема распространяемой рекламы. Критерий К-2. Предложение участника – 100%. Правом этим, к слову, администрация так и не смогла воспользоваться. Когда в 2021 году город решил разместить на конструкциях социальную информацию, ничего не вышло. Переговоры перешли в бесконечную переписку, в результате которой администрация в одностороннем порядке расторгла договор с «Ударником» и двумя «Аяксами». Рекламщики оспорили решение в суде, однако к тому времени истек срок действия договоров. По закону о рекламе в трехдневный срок рекламные компании должны были убрать всю информацию с этих счетов, а через месяц демонтировать их, чтобы мы могли в дальнейшем провести новый конкурс. Мы направляли уведомления, как это у нас установлено. Конечно же, они проигнорировали и не выполнили это требование по демонтажу. Ну и, соответственно, дальше уже не наше право, а наша обязанность. По закону мы должны это демонтировать за свой счет и потом все убытки предъявить этим фирмам, чтобы они их возместили. Администрация объявила аукцион на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций. Его выиграла компания «Мартин», которая снизила стоимость контракта более чем на 70% от начальной цены. Однако обязательств своих подрядчик не выполнил. В итоге на всех рекламных конструкциях продолжала появляться коммерческая информация в нарушении закона о рекламе, что наказывается штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей. По этим фактам в отношении ООО «Ударник» и ГК-2 «Аякса» возбуждены более 20 дел об административных правонарушениях. Город тем временем заключил договор на демонтаж конструкций с другим подрядчиком, который выполнил работы в установленные сроки. О времени демонтажа администрация не единожды предупреждала собственников конструкций. Предупреждали неоднократно, этих уведомлений писалось масса. Я уж точно цифру не скажу, но это было даже ни одно, ни два, ни три. Это было много уведомлений, что все, все сроки прошли, мы ездили, составляли акты, что действительно конструкции стоят эксплуатируются, их никто не собирается выбирать. И более того, что они дальше размещают рекламу. Зная о сроках и неизбежности демонтажа рекламных конструкций, их собственники наконец разместили на баннерах социальную информацию о поддержке СВО, помощи бездомным животным, изображение Серафима Саровского. Из моей точки зрения, это очень циничное манипулирование общественным мнением со стороны рекламных агентств, которые владеют этими конструкциями. Зная о том, что будет демонтаж, разместили на нем баннер в поддержку специальной военной операции, в поддержку президента Российской Федерации, тем самым пытаясь, видимо, как-то повлиять на администрацию с точки зрения отложителей и исключения демонтаж этих рекламных конструкций. Но еще раз повторюсь, это очень циничное поведение со стороны бизнеса, попытки отстоять свои коммерческие интересы в первую очередь в этом вопросе. В администрации подчеркнули, они не имеют права оставить незаконные баннеры, чтобы на них не было изображено. Есть требования, которые должны исполняться. Также нет законных оснований принять это имущество на баланс города. Кроме того, пересмотрена схема размещения рекламных конструкций в Сарове. Их станет почти вдвое меньше. Некоторые поменяют место расположения. Мы слышим доводы, что если бы мы опять участвовали, выиграли, мы бы эти конструкции либо сами эксплуатировали на тех же местах, либо передали какому-то новому владельцу. Но мы не можем провести конкурс, если там конструкции стоят. Придет новый владелец, скажет, а что такое занято место. И потом их стало в два раза меньше. То есть 20 конструкций все равно так или иначе было нужно снести. И проведи мы этот конкурс, не проведи, договорились мы там с новыми владельцами. Они передали, продали бы. Но 20 конструкций, как ни крути, надо было в любом случае демонтировать. В ближайшее время новую схему расположения рекламных конструкций должны утвердить. Следующий этап – проведение торгов на право их размещения и эксплуатации. В этот раз форму торгов изменили. Если шесть лет назад был конкурс, нынче пройдет аукцион. Изменение формы торгов уже прошло. Городская дума это решение утвердила. То есть форма проведения торгов однозначно будет аукцион. Сроки проведения торгов пока неизвестны. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Никогда такого не было. И вот опять зима снова застала врасплох коммунальные службы. Резкие припады погоды, снегопады и ледяные дожди из года в год причисляют к чрезвычайным ситуациям. Как результат, каждую зиму горожане вынуждены мириться с гололедом на тротуарах и глубокими колеями на дорогах. Снижение качества содержания автомобильных дорог в зимний период в первую очередь обусловлено не совсем благоприятными погодными условиями. Первая позиция. Вторая позиция техническим износом. Специализированной уборочной техники. И, кроме этого, отсутствие достаточного количества механизаторов и рабочих, в том числе связанное с тем, что имело место быть сезонные вирусные простудные заболевания. В декабре прошлого года из-за некачественной уборки дорог ДЭП оштрафовали более чем на 500 тысяч рублей. Будут ли санкции в январе, пока непонятно. Предприятие борется с последствиями погодных аномалий. По словам Сергея Лобанова, дороги первой очереди уже практически полностью приведены в порядок. Сейчас идет борьба с колейностью на дорогах второй и третьей очередей. Сотрудники ДЭП выходят на работу в две смены. На улицах работают четыре гидромолота. С той наличью, что образовалась за последние недели, по уверениям специалистов, справится только эта техника. Образовался лед. И какими-либо другими методами и способами пытались и амкодорами, и грейдерами. Но учитывая то, что период был перехода, это шел снег с дождем. Буквально в течение часа произошло понижение температуры. Потом температуры ушли к 30 градусам. Сейчас это достаточно плотный лед, который взять, наверное, можно только гидромолотом. Если снова не вмешается погода, дороги в городе обещают привести в порядок в течение ближайших двух недель. А вот избегать в будущем подобных проблем никто не зарекается. Главная беда ДЭП – нехватка кадров. За три года численность сотрудников предприятия сократилась почти вдвое. Если три года назад на одну единицу техники было два механизатора, сейчас один механизатор на две единицы техники. Как переломить ситуацию, пока непонятно. Подобные проблемы и в центре ЖКХ. Для качественной и своевременной уборки территории не хватает техники и людей. Для того, чтобы снивелировать вот эти пики по уборке, необходимо иметь на предприятии определенный запас людей, техники и всего остального. Так вот, пик у нас возникает в уборке, ну, скажем так, зимой 3-4 раза. А содержать этот запас нужно на протяжении всего года. Соответственно, с точки зрения экономики, это не совсем эффективное вообще использование средств и всего остального. На сегодняшний момент еще раз готового решения по данной системе у меня нету, она пока обсуждается. Чтобы решить вопрос, необходимо пересматривать содержание муниципальных контрактов на уборку и содержание территории, уверен Николай Шестопалов. Но ответ на вопрос, каким именно образом, пока не найден. Решат ли его к следующему сезону, тоже неизвестно. Поэтому и новая зима может стать для коммунальных служб полнейшей неожиданностью. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В своих оправданиях региональный оператор не отличается оригинальностью. По словам Ивана Егоршина, директора Нижегородского филиала МСКНТ, мусорный коллапс в Сарове – результат стечения неблагоприятных обстоятельств. Было стечение обстоятельств. Я вам объясню, что несколько взаимосвязанных факторов, которые к этому привели. Первое – это то, что заболело сразу большое количество водителей и грузчиков, то есть, что при температуре с инфекцией сбегло. Второе – это то, что у нас морозы, дозволы гидравлика, мусоровозы. Третий фактор – это то, что мы в молодые праздники не могли проехать очень большое количество морозов, из-за того, что они были заставлены такими жесткими автомобилями. Напомним, первый раз с проблемой переполненных мусорных контейнеров саровчане столкнулись еще в конце прошлого года. Тогда рекоператор, устранив проблему, заверил, что ситуация не повторится. Но в январе горожане вновь увидели в своих дворах залежи мусора. Разгребли зловонные кучи только к середине месяца. Как сообщили нам в госжилинспекции, за прошлый год из Сарова поступило 4 жалобы на работу рекоператора. К контролю за деятельностью МСКНТ в этом году подключились и местные управляющие компании. По результатам встреч с управляющими компаниями было принято решение, чтобы они все факты старались максимально актировать для фиксации этих нарушений, направлять к нам рекоперу и в Минэкологию. А мы по итогам месяца все это будем аккумулировать и направлять в Минэкологию. Если ситуация не справится, вплоть до постановки вопроса о смене регионального оператора. Депутаты решили отправить письмо генеральному директору ООО МСКНТ с просьбой усилить парк техники Нижегородского филиала. Но если проблемы с вывозом мусора будут повторяться, администрации и Дума готовы вновь вернуться к вопросу смены регионального оператора. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Налоговая декларация по форме 3НДФЛ – это письменное заявление физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подавать декларацию 3НДФЛ в налоговую – ваша обязанность. А если вы имеете право на вычет, то сдавать или не сдавать декларацию – уже ваш выбор. Срок подачи декларации о доходах – 30 апреля 2023 года. Представить декларацию можно по месту своего учета либо в многофункциональном центре по предоставлению услуг. Также представить декларацию можно в режиме онлайн, через сервис личный кабинет налогоплательщика или на портале государственных услуг. Также можно заполнить декларацию в программе декларации 2022 года. Отчитаться о доходах необходимо, если в прошлом году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения – 5 лет. Получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога гражданина могут оштрафовать. Также его ждет начисление пений и взыскание задолженных средств через суд. Срок подачи декларации о доходах не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Освобождены от налогообложения доходы, полученные от продажи имущества для семей с двумя и более детьми, которые не достигли 18 лет. Или дети 24-х лет, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях на дневной форме обучения и кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 миллионов рублей. Дополнительную информацию по декларации можно получить в налоговой инспекции города или по телефону 3-68-75. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Первый человек вошел в Иордань на пруду Боровом примерно в 22.15. Собираться купальщики начали за полчаса до этого. Казалось бы, нынче погода сжалилась над саровчанами. К крещению пришла оттепель. Возможно, поэтому желающих окунуться было немало. Не крещенские морозы, а крещенская оттепель. Так говорят про нынешнюю погоду саровчане. На термометре всего минус 4. Но это обманчивое тепло. Как отмечают опытные ныряльщики, чем холоднее на улице, тем теплее в воде. Сегодня можно сказать, что крещенская оттепель на самом деле, а не холода. Потому что вспоминая год 16, наверное, когда было минус 34, наверное, было гораздо комфортнее купаться, нежели сегодня. Я помню, какой-то был год, там что-то за 10 хорошо было. И как-то даже было легче. Сейчас вот я вижу, пар идет. Видимо, влажность довольно большая, действительно довольно тяжело. Но ничего такого здесь особо нет. Если есть некоторая сила воли, есть желание, то это довольно легко преодолеть. Для 10-летнего Степана это уже вторые крещенские купания в его жизни. Он поправок на погоду не делает. Говорит, нужно готовить организм. Тогда при любой температуре сможешь легко зайти в воду. В Новый год мы выходили в снег, ноги прыгали в снег. Варваре всего 6. Окунается в купель она с 3 лет. Каждый год сама просит об этом маму. Хотя не скрывает, в воде холодно. Ну, было холодно и неприятно. Но зато прикрестилось. По большей части окунуться в прорубь приходят люди с опытом. Те, кто годами ныряет в холодную воду. Для некоторых крещенские купания переросли в настоящее увлечение. Такие плавают зимой не только по особым датам. Отличить их несложно. После проруби они спокойно стоят на холоде. Ну, сначала идешь какой-то мандраж, тошноват. А потом, когда окунаешься, уходишь, тепло. Тепло, бодрит. Обновление, да, какое-то? Ну, да. Даже без одежды не холодно стоять. Ну, какое-то время. Были и те, для кого крещенские купания случились впервые в жизни. Для них все новое и интересно. Первый раз вообще здесь. Но первые впечатления такие вот. То есть ожидал вообще то, что полностью замерзну. Но вода не такая уж холодная, как кажется. То есть сам холод – это в ногах. Независимо от того, есть у человека опыт в закаливании или нет, холодная вода для него всегда испытание. Поэтому традиционно рядом с Иорданью дежурят водолазы-спасатели, готовые в любой момент прийти на помощь купающимся. С 10 вечера до 3 ночи они стоят на посту и следят за безопасностью. Ну, резкий вход в воду. Когда человек не готов, может все, что угодно с ним случится, как бы, может быть, шок. Первый раз, может быть, человек заходит, даже не знает, что это такое. Хотят попробовать. Бывают разные ситуации. Вместе крещенских купаний также дежурили полиция и скорая помощь. Освещение обеспечивала пожарная бригада. Четыре автобуса служили кабинками для переодевания. Мероприятие прошло без происшествий. У каждого педагога свой почерк, свой стиль преподавания, который он оттачивает долгие годы, считает учитель начальных классов Елена Коваль. В сфере образования она уже 38 лет. За эти годы открыла дорогу в мир знаний многим поколениям юных сыровчан. Первый учитель не просто дает знания, он становится для детей другом, наставником, примером для подражания. Я люблю Елену Алексеевну за то, что она учит не только школьным предметам, но и жизненным ценностям. Она говорит из речения ученых и известных людей. Я люблю своего учителя за то, что она очень понятна и хорошо объясняет на уроках. Она переживает за нас, когда мы болеем, получаем плохие оценки. Обязательно поздравляет нас, даже если у нас день рождения в выходные или в каникулы. Я люблю своего преподавателя за ее доброту. За хороший ответ она нам дает конфеты. Также люблю ее за правильность. Ставит нам правильные оценки. Лучшему учительницы нет на свете. Елена Алексеевна – учитель в третьем поколении. Ее дедушка, мама и тети также посвятили себя детям. С самого раннего возраста маленькая Лена наблюдала за работой педагогов. Мама часто брала ее с собой в школу. Потому с выбором будущей профессии вопросов не возникло. Первые годы работы вспоминает с улыбкой. Было немало тревог, волнений, ошибок, которые сейчас кажутся совсем незначительными. Важно научить ребенка самостоятельности, считает Елена Коваль. Вот мое любимое высказывание – истинные знания всегда самостоятельные. То есть если ребенок сам будет добывать эти знания, они у него останутся в голове. А если ребенка не направлять в этом, если он не будет добывать, он получил в готовом виде здания, он их забыл. А вот когда он сам приложил усилия к этому, у него это в голове остается. Учитель сам постоянно развивается, осваивает современные методы обучения, повышает квалификацию. Каждому поколению учеников нужен свой подход, считает Елена Коваль. Работа учителя – кропотливый и тяжелый труд, который по силам немногим. Елена Алексеевна, она замечательный педагог. Вы знаете, наши дети с удовольствием идут в школу, возвращаются с горящими глазами и рассказывают нам о том, чему они научились в школе за день. Вы знаете, мы видим родителей, как наши дети прогрессируют в образовательном процессе. 2023 год объявили годом педагога и наставника. Власти хотят привлечь внимание к этой профессии, повысить ее значимость в обществе. Педагоги получат ряд доплат, которые будут зависеть от их опыта, стажа, навыков и диплома об образовании. Буллинг в школе, конфликты с родителями, переживания из-за оценок и экзаменов, безответная любовь. Тем, которые волнуют подрастающие поколения, очень много. И зачастую подростки боятся обсудить их со взрослыми. Не молчать, а рассказать о вещах, которые волнуют, призывается Русский драматический театр. В этом году он присоединился к межрегиональному проекту «Своя территория». Его суть в том, что подростки нашего города могут сами предложить идеи для нового спектакля, который будет ориентирован на аудиторию в возрасте от 12 до 19 лет. Проект появился в 2019 году в Северном драматическом театре в Омске. Детям показывали спектакли, поднимающие сложные темы, волнующие подростков. А потом зрители обсуждали постановку вместе с психологом. Специально обученные психологи проводили некое обсуждение спектакля, для того, чтобы дети расставляли правильные акценты, чтобы молодежь, подростки видели, ну, скажем, правильное восприятие данного материала, объясняли. Ребята приходили с родителями. Первоначально Северный театр брал уже существующие пьесы для подростков. Но постепенно они начали сами создавать материал на основе тех проблем, которые поднимают молодое поколение. Проект «Нашей территории» директор Северного театра Анжей Неупокоев представил коллегам на фестивале «Золотая маска». Он многих заинтересовал. И в этом году сразу несколько регионов заявились на участие в нем, в том числе и Саров. Проект состоит из нескольких этапов. Первый, который стартовал в январе – сочинение. Важна честность и открытость. То есть пусть это сочинение не будет написано по каким-то стандартным лекалам, по плану, как просят детей писать в школе. Пусть оно будет не очень большим и развернутым. Нам нужно, чтобы каждое сочинение – это был некий крик души. То есть самое главное – высказывание. Есть у автора проблема, которую ему не с кем обсудить, которую ему хочется рассказать своим сверстникам. Сядь, напиши. Мы не сдадим этого человека. Мы никому не расскажем. Организаторы особо обращают внимание. Жюри не оценивает стилистику и орфографические ошибки. Важно, чтобы ребенок поделился чем-то насущным. Из предложенных работ выберут 10. Их авторы войдут в рабочую группу. Потом вот эта вот компания, написавших лучшее сочинение, самые интересные сочинения, плюс драматург, плюс режиссер, плюс психолог, они соберутся и они будут обсуждать, я думаю, каждую тему. И потом выберут самую важную, самую интересную, самую широко интересную всем. И будут ее развивать. То есть все будут предлагать и какую-то сюжетную линию, и все в конце найдут какой-то выход. Затем драматург на основе собранного материала напишет саму пьесу. Планируется, что в начале осени на базе нашего театра режиссер поставит эскиз спектакля, который представит на фестивале в Омске. Затем, возможно, эта постановка войдет в репертуар Саровского драматического театра. На мой взгляд, это то, что нужно сегодня в России. Потому что и дети сложные, и возраст сложный, и как-то этот пласт немножечко у нас не охвачен в театре. Обязательно с подростками надо говорить на их языке, но в то же время, чтобы психологи, социальные педагоги были рядом. И некоторые вопросы им разъясняли. Ведь у подростков масса проблем, с которыми они не могут пойти. Не к родителям, не к обычным учителям. И важно показать, что, возможно, даже в театре они увидят спектакль, на котором, ну, они увидят ответы на существующие у них вопросы. Сочинения, которые могут лечь в основу будущей пьесы, можно присылать до 15 марта. Тема для них – правила оформления, состав жюри и прочие подробности. Читайте в положении о конкурсе на сайте театра. В прошлом году на базе волонтерского центра «Радость моя» начала работу швейная мастерская. Саровские рукодельницы связали и пошили более 5000 изделий для нужд участников СВО. Носки, шапки, балаклавы, перчатки, медицинские трусы, тканевые повязки. Также, начиная с октября, волонтеры помогли собраться в зону СВО 10 добровольцам, обеспечили их одеждой и стандартным набором медикаментов. Первый груз гуманитарной помощи, собранной силами муниципалитета и предпринимателей, из Сарова отправили в марте прошлого года. Мы оперативно за полтора месяца собрали первые две машины. Это были МАЗы. Соответственно, мы быстро пытались сориентироваться в ситуации. И по запросам это были и продукты питания, и теплая одежда. Конечно, перечень средств, необходимых для сбора, он изменился, сильно видоизменился, потому что мы работаем уже под запрос. В посылке собрали предметы гигиены, теплые вещи, продукты, бутилированную воду, печи, буржуйки. Всего за год совершили 18 таких отправок. Последняя отгрузка гуманитарной помощи была 19 декабря через Дом народного единства. В общей сложности силами волонтеров, предпринимателей и ядерного центра участникам СВО и их семьям оказали поддержку на общую сумму более 70 миллионов рублей. Большое человеческое спасибо всем участникам этого мероприятия, поскольку неравнодушное отношение к жителям нашего города, к людям из соседней квартиры, из соседнего дома, это явно прослеживается и не может не вызывать уважения. Напоминаем, что в Сарове действуют два центра приема гуманитарной помощи по адресам улица Пушкина, 24А, волонтерский центр «Радость моя» и Шверника, 11. От горожан принимают средства гигиены, перевязочные материалы, теплые вещи, предметы быта. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию муниципального штаба «Мы вместе» по телефону 99113. Прошлый год для Саровской православной гимназии выдался насыщенным на события и достижения в различных сферах. В честь 350-летия Нижегородской епархии все сотрудники гимназии получили почетный знак. Также в 2022 году гимназия подготовила ко взрослой жизни 18 юношей и девушек. И в первый раз для них прошел городской праздничной выпускной на площади, так как предыдущие года выпали на пандемию. Для гимназии это третий выпуск. Если выбирать, какие профессии выбирают наши выпускники, вот, например, можно, даже шутим, Владыке говорю, Владык, у вас уже есть целый театр свой, потому что из 45 выпускников у нас 6 выпускников учатся в театральных училищах, театральных институтах, в том числе в ГИТИСе, например, у нас учатся, поступила Маша Гусихина. Есть у нас киносценалисты, есть у нас театральные критики. Выпускники выбирают и технические, и гуманитарные специальности. Также прошлый год отзаменовался для гимназии открытием нового спортивного зала и несколькими грантовыми проектами. Учащиеся и педагоги сняли мультипликационный фильм из цикла «Настоятели» об истории Саровского монастыря. На средство гранта православной инициативы гимназисты реализовали проект «Прихожане нашего времени» и сняли 7 видеороликов о храмах города. Первый учитель в Сарове, который получила почетное звание, серафимовский учитель Людмила Куликова, который преподает историю, общество знания и основы православной веры в гимназии. Гимназия, поскольку православная, у нас усилен компонент языковой, мы учим латинский, греческий язык, у нас дети учат церковно-славянский, поэтому, конечно, гуманитарная составляющая у нас очень сильная и крепкая. Обязательно сдают экзамены, и церковные пения тоже изучают они с 2 по 9 класс. Ребята у нас все поют в хоре. Еще одним большим достижением православной гимназии стала подгруппа кадетов, которую открыли в прошлом году. Ребята занимаются физической и военной подготовкой. У учреждения также есть практика так называемых детских литургий, когда каждое воскресенье гимназисты не просто собираются в храм на общую молитву, но и поют, читают на клиросе. Мальчики помогают в алтаре, а потом совместными усилиями ребят убирают в храме. В день православной гимназии школьников торжественно посвящают в гимназисты, а они, в свою очередь, читают кодекс чести гимназиста. Самый лучший в мире праздник – это Новый год. Этой зимой проект «Нуклеар Кит» случился в жизни Алексея Федина во второй раз. И снова юному артисту в спектакле досталась яркая и колоритная роль разбойника. Рассказывая о проекте, Алексей не может сдержать эмоций. Он с восторгом говорит о репетициях, подготовке, закулисной жизни и работе с профессионалами. «Истинное счастье было в ней участвовать дважды, увидеть вновь своих лучших друзей, вновь поставить вместе с ними замечательный спектакль. Это было для меня не только огромное честь, но и огромное счастье. Конечно же, мы очень сильно уставали. Порой иногда было нелегко, но мы стремились к чему-то высшему, и у нас это получилось, как я считаю». В Сочи в президентском лицее «Сириус» ребята из разных городов собрались вместе, чтобы подготовить новогодний спектакль в рамках международного детского творческого проекта «Нуклеар Кидз». Всего за несколько недель под руководством наставников юные таланты России создали новую музыкальную постановку «Морозко». Труппа показала около 25 спектаклей в Сочи и Москве для 5000 зрителей. На зимнюю сессию «Нуклеар Кидз» по традиции отбирают только лучших из лучших. «У «Нуклеар Кидз» уже сложилась такая многолетняя атмосфера, потому что проект существует с 2008 года. И вожатые, то есть это старички проекта, дети, которые были в нем в 2017 году, участвовали в 2018. И мы все знаем, зачем мы туда едем. Мы едем, чтобы поставить спектакль, чтобы радовать детей». Основная трудность для участников проекта заключалась в том, что спектакль был в стихах, поэтому ребята не могли импровизировать и добавлять какие-то свои фишки. Для Василины Афониной эта зимняя сессия стала значимой. Во время чтения сценария девушка выдвинула себя на роль Марфуши, что стало неожиданностью и для нее самой, и для преподавателей, и для родителей. У Василины это первый большой театральный дебют. «Очень рада, что я смогла выйти из своей зоны комфорта и побыть смешной, над собой даже посмеяться, потому что Марфуши – такая очень харизматичная роль. И было очень интересно попробовать себя вот именно в этой истезе». В рамках зимнего мюзикла для юных зрителей провели мастер-классы по росписи игрушек, пряников, изготовлению декора из шишек и куклы-оберега. А 31 декабря команда проекта «Нуклеар Кидс» вместе встретила Новый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова